А теперь к другим новостям нашего города. Заседание антинаркотической комиссии прошло в администрации. На нем были подведены итоги работы за 2015 год. Наше общество давно подвержено атаке со стороны преступных элементов, распространяющих наркотики и курительной смеси. До сих пор на мусорных баках появляются надписи и объявления, предлагающие купить спайсы. В рамках антинаркотической кампании в первую очередь важна работа с молодежью. Во всех образовательных учреждениях для формирования здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью проводятся физкультурно-образовательные мероприятия. Так, с 23 по 28 ноября 2015 года во всех образовательных учреждениях города проводится профилактическая акция «Здоровье. Твое богатство». Помимо этого, в школах города проводится ряд родительских собраний с освещением статистики употребления наркотиков по области. А также проводится добровольное тестирование на предмет употребления наркотических средств среди старшеклассников. В этом году было заявлено порядка 370 человек на подобную диагностику. «Мы говорим о необходимости данного мероприятия, потому что и родители, и дети, и школа должны быть уверены в том, что наши дети, общие наши дети ведут здоровый образ жизни. А если есть какие-то проблемы, конечно, мы не должны о них замалчивать, умалчивать, если они есть, то мы, значит, должны работать». Главное в этом вопросе – это, конечно же, создать условия досуга для молодежи, отвлечь ее от улицы, от табакокурения и употребления алкоголя. Создать условия для участия в общественно полезных и интересных мероприятиях. С полным аншлагом прошел концерт в Доме культуры, приуроченный ко Дню матери в России. Подробности в нашем сюжете. С трудом Большой зал Электрогорского Дома культуры вместил всех желающих посетить концерт, посвященный Дню матери. Открывалось мероприятие поздравлением губернатора Московской области, которое зачитала начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Лариса Сергеевна Карапетян. Хочу пожелать вашим большим семьям благополучия, любви и душевного тепла, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами и с оптимизмом смотрели вперед. Не останавливайтесь на достигнутом. Алексей Юрьевич Воробьев. С правдой, дорогие друзья! Поэты, певцы и музыканты, танцевальные коллективы – все поздравляли матерей нашего города с этим замечательным праздником и радовали зрителей в зале своими выступлениями. Что б не случилось, помни, я у тебя есть, та, что она такая, я у тебя есть. Спрячься, ты разыщи, и никуда не отпусти. Спрячься, ты разыщи, и никуда не отпусти. Со цены звучали пожелания дорогим мамам здоровья, счастья, любви. Мы к ним с удовольствием присоединяемся и от себя хотим добавить. Пусть улыбки как можно чаще озаряют ваши лица. И о погоде в Электрогорске на завтра. По данным Гесметию, во вторник ночью температура составит минус 1 градус тепла. Днем воздух прогреется до нуля. Будет пасмурно, осадки в виде снега. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. На этом у меня все. Далее смотрите в нашем выпуске репортаж с оперативного совещания у главы. С вами был Тангиз Джелли. Всего доброго, берегите себя.